так добрый день уважаемые подписчики извиняюсь что руки такие сильно на проект даже времени нету тут покраска машины все это не отмывается кручите руки постоянно что-то делают поэтому извиняюсь не отмываются нету времени заниматься тут сейчас вообще вкратце сейчас закину такую вот информацию что на данный момент получилось небольшой такой информационный краткий курсик еще один из подписчиков вообще не понял что я в прошлый раз видео показывалось для чего и что это такое значит что такое станок с чпу числовое программное управление то есть какой-то станок который управляется по компьютерной программой для клонирования повторения каких-то изготовлений запчастей вот наверное сейчас среди современных людей будет понятно если скажу 3d принтер 3d лазер там что еще может быть 3d гравер то есть говоря модные слова 3d и принтер 3d принтер это вообще то есть тот же самый 3d принтер это есть станочек с чпу это может быть плазменная резка числовым программным управлением лазерная гравировка фрезеровка не лазерная гравировка то есть вариации на самом деле просто фрезерный станок с электро с мозгами это уже чпу английский это по-английски обозначается cnc ну соответственно перевод соответствующий среди нас говоря просто ценция чпу ценция значит что вообще из прогресса приехали у меня направляющие каретки для них вот здесь там все это влазит вот так вот поставлю то есть на концах вот такие подставочки все ссылки все будут но немножко попозже не успеваю плюс это самое не все еще приехал я еще в общем весь проект не вижу полностью значит в чем суть у нас есть вот такой направляющий вал в данном случае 12 миллиметров на нем направляющие каретки эти каретки не простые не с подшипниками то есть кпд у них большое а при этом держит они довольно крутую нагрузку вот эти вот по моему порядка 100 килограмм выдерживают что-то в районе 1000 ньютонов на них прописано точно не буду говорить надо уточнять значит две каретки для задания плоскости это у нас одна направляющая те ставлю так одна направляющая есть у меня еще 2 соответственно к ней в пару где выставляю вот стоит она тоже на ножках то есть извиняюсь что все не влазит вот так примерно выглядит ось назовем ее x хотя называть ее можно как угодно сути это не меняет пускай на y будет или z то есть у любого станка с чпу есть какие-то минимум в основном три оси бывает конечно и две оси бывает 4 5 в данном случае 3 оси рассматриваю потому что я как бы делаю такой бюджетный всем понятный станочек чпу значит еще две каретки две каретки у нас образуют плоскость движение то есть это наши направляющие выбор направляющих очень важен потому что это влияет на точность вот это наши направляющие винт я по моему в прошлом видео показывал выглядит это так то есть винт стоит между направляющих здесь у нас бегает гаечка не щас под рукой просто нету и двигает соответственно ось нашу одну из осей винт с га с этими самыми с подшипниками в прошлый раз должен был показать я просто подкладочку положил значит муфта тоже скорее всего показывал единственно что есть изменения во первых как видно здесь стоит уже вот такой вот агрегат гораздо более мощный этот агрегат типоразмера nemo 23 я вот сделаю небольшую ставочку где будет объяснено вообще в чем суть выбора движочка значит по поводу типоразмера двигателя тупо забываем в интернет семнадцать вакутина через пробел у нас выскакивают ссылочки ссылочки если я уже открыл значит в чем суть на 18 у нас посадка обратите внимание вал идет 5 миллиметров диаметром и посадочная значит у нас отверстие 31 миллиметр ну или наружный просто говорит на размер 42 с копеечки 42.3 это типоразмер nemo 17 но мощностью они все все равно могут отличаться то есть будет у него грубо говоря попа длиннее будет у него больше мощность но крепеж и вал будут такие то есть надо смотреть конкретно каждую модель на м23 у нас диаметр вала 6 35 и уже посадочная идет по отверстиям 47 и габаритный 56.4 тоже может быть любой мощностью может с двухсторонним выводом валах кстати здесь указанных есть еще nemo 24 там 8 диаметр вала и пошло и так далее то есть в принципе все понятное я тут ничего нового не скажу смотрите все в интернете немножко единственное что добавлю я использовал готовые направляющие которые надо заказать в китае или покупать по месту в россии или беларуси я как бы точке все скажу где можно взять но есть варианты самодельных направляющих самая идеальная из них которые в интернете я нашел значит использовать например вал и 4 подшипника хотя я бы использовал три в целях экономии один снизу два сверху то есть уголок алюминиевый профиль каркас явно из там двп мдф мдф навряд ли двп и вау они же сами самоцентрирующиеся и это самая дешевый самый дешевый вариант по количеству подшипников вот еще идеальный вариант на parkflyer.ru человек сделал такой вот станочек вот то есть система тоже все равно уголок самоцентрирующая система получается довольно точная вал направляющая и третья подпорка снизу все это в уголке в толстом алюминиевом но здесь есть один нюанс очень сложно подобрать вот этот третий снизу подшипничек чтобы он плотно поджимал вал а это очень важно то есть не один будет испорчен уголок этот вариант он все-таки более идеальный но у него тоже свои минусы потому что он зажимает вал из двух сторон в центре естественно валы немножко будут иметь какое-то биение будет прослабляться ближе к опорам они будут более жестко но это так все вкратце достаточно информации вот эта муфточка была распилена значит винт у нас десятка муфта у меня было 635 переходник на 8 то есть под восьмой винт у меня десятый винт я тупо рассверлил сверлом закрутил опять назад стопоры что вот этого движка фишка в чем по типоразмеру значит у него вал уже идет 635 предыдущий был нема 17 он идет под 5 миллиметров для него надо специальные переходные муфты у меня муфта вообще было 635 как раз короче заменил на более мощный во первых этот движок стоит столько же сколько тот предыдущий при этом он мощнее в три с половиной раза если тот давал 5 килограмм на сантиметр этот уже выдает 18 то есть мощность чувствуется вот все это где взять даже нашел российский сайт один все попозже немножко подаю информацию значит в чем суть вкратце а то уже видео затягивается сдвину сюда чтобы было видно двигатель наверное как то вот так вот выставлю значит вот у нас каретки здесь у нас гаечка которая каретки гоняет пока отложил значит вооружившись супер современным на на инструментом тех супер технологичным в простонародье ножовка по металлу ну и еще одним таким тоже супер технологичным доселе неизвестным инструментом угольник почему угольник я здесь показываю потому что чтобы отпилить ровненько вот так вот уголок а здесь придется это делать угольник понадобится хотя бы школьный пластиковый то есть приобретаем кого нет значит дальше поехали напилил я и у меня есть вообще такая пачка остатков от предыдущих проектов кто более менее видео мы смотрел знает от чего это остаток профиль квадратный вот у меня арбалет из него сделан вот от него остаточки все пойдет в ход значит есть такие прямоугольного сечения сейчас на данный момент напили но вот с такого профиля значит профиль размер у меня 30 30 на 15 почему желательно так потому что из него можно комбинировать все что хочешь то есть можно положить вот так вот два профиля если где-то что-то выйти мы все равно общие размеры выходим то есть два вот этих это 13 сантиметра как кирпичи короче нарезал значит вот таких значит вот так положу вот они все кусочки в чем я придумал такую реализацию значит этого всего беру два уголочка учитывая что надо получить максимальную жесткость составляю их вот так все это будет скручено винтами где-то через гайки где-то резьба нарезана в алюминии вот значит выставляю на эту ось она будет крепиться на эти две каретки вторая соответственно вот тоже обратную сторону то есть я придумал так реализации куча с фанеры делаете с чего угодно но я вот с профиля придумал такую систему то есть вот стоит отодвигая шире потому что у меня ось y будет более широкая соответственно две поперечины на ось y то есть они здесь должны ложиться блин может не влезть у меня размер экрана положим смотрим вот где-то так то есть я планирую вот это все собрать вот так вот примерно так или вообще вплотную центр то что не забываем что у нас еще гаечку надо будет подвязать снизу вот короче примерно ось x будет выглядеть вот так вот она ось x как-то с расстояние более-менее выглядит то есть если вот так вот прижать сейчас иначе движение когда жесткая система будет вот у нас движение оси x естественно это все болтается сейчас потому что ничего не скреплена значит выглядит это все вот так вот сдалека если поднять выше так у нас будет выглядеть ось x нравится движение этого моего процесса потихонечку ставим лайк чет соберем она обязательно будет работать ну и надеюсь будет не сильно дорого стоить ну все всем удачи